Смотрите в выпуске. В Сталинградской битве посвятили большую театрализованную программу в областной филармонии. Будет ли завтра дождь? Школьникам ЕАО рассказали о прогнозировании погоды с использованием информационных технологий. Старшеклассники еврейской автономии стали участниками регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по биологии. Пройдя этапы на уровне школы и муниципалитета, учащиеся 9, 10 и 11 классов, общеобразовательных учреждений ЕАО перешли к региональному. 27 учеников приступили к первому туру на базе Центра оценки качества образования. Практический тур прошел в специально подготовленных кабинетах Преамурского государственного университета имени Шалома Лейхима. Там школьники смогли поработать с натуральными объектами, различными веществами, микроскопами и микропрепаратами. Ребята должны показать свои умения, во-первых, работать с инструментами различными, лупы, микроскопы, умение приготовить микропрепарат, знание того, как устроена живая ткань, неважно растение это или животное, умение узнавать различные виды тканей клеток под микроскопом. Девятиклассникам предоставили задание на знание раздела по зоологии беспозвоночных, цитологии, систематике растений. В 10 классе это анатомия человека, зоология позвоночных и биохимия. Общая биология изучается в 11 классе. Соответственно, туда включены разделы по микробиологии, биохимии, генетике, физиологии человека и животных. Все, что нас окружает, это непосредственно связано с биологией. Мы с вами, растения, которые нас окружают, и все их внутреннее строение, клетки, ткани, из которых они состоят, это огромный мир, который мы не замечаем, проходя каждый день в суете по своим делам. Вот поэтому она мне очень нравится, особенно когда ты на молекулярном и клеточном уровне изучаешь все ее аспекты. Региональный этап Олимпиад продлится до 22 февраля. В нем примут участие более 300 школьников автономии, набравших необходимое количество баллов на муниципальном этапе. В этом году проходной балл настолько высок, что не все победители его проходят. Школьники, показавшие хорошие результаты на всероссийском этапе, имеют право на поступление в любой российский вуз без экзаменов на направления, соответствующие профилю Олимпиады. Екатерина Кувалдина, Кирилл Богаченко. Новости 21. Темная ночь разделяет любимая нас, и тревожная черная степь пролебла между нами. Концерт «В сердце память храня» приуроченный к празднованию 80-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве прошел в Биробиджанской областной филармонии. Каждое выступление стало данью памяти героям страшной войны, советским солдатам, разгромившим лучшие части немецко-фашистских войск в битве на Волге. Это вообще должно быть на постоянной основе, это должны быть не разовые акции, это должны быть проходить концерты, постоянно рассказывать. Это наша история, это в первую очередь память о наших дедах, отцах, которые прошли все это и не забывали, чтобы это не повторялось. Сталинградская битва началась 17 июля 1942 года и закончилась 2 февраля 1943-го разгрома фашистских войск. В программу концерта вошли песни военных лет, вокальные и инструментальные произведения о Сталинграде, повествование о ходе великого сражения. Впечатления отличные. Вы представляете, это окунулись в то время и главное, что самое интересное, что столько молодежи, они помнят, понимаете, победу нашу и дай бог, чтобы всегда помнили. Концерт хороший, просто можно сказать отличный. Часовая концертная программа прошла на одном дыхании. Зрители тепло встречали каждого исполнителя. Концерт стал финальной точкой в целом ряде мероприятий, которые прошли в автономии в рамках празднования юбилея победы в Сталинградской битве. Софья Генатулина, Кирилл Богаченко, Новости 21. Современными способами прогнозирования погоды познакомили школьников ИАО в рамках всероссийского проекта «Урок цифры». Ребятам рассказали о технологиях, которые используют в метеорологии, о измерениях, анализе и прогнозировании атмосферных явлений, в том числе с использованием искусственного интеллекта. Организаторами акции выступили автономная некоммерческая организация «Цифровая экономика» при поддержке Минцифры и Минпросвещения России в партнерстве с ведущими российскими технологическими компаниями. Прежде всего профиориентационное мероприятие, потому что сегодня информационные технологии просто заполняют нашу жизнь, это современные технологии. Сегодня мы сталкиваемся в повседневной жизни с этими технологиями. Дети должны знать, каким образом современные технологии используются в повседневной жизни человека, в его работе, в жизни. Проект «Урок цифры» реализуется в ЕО уже давно. Ребят знакомят с использованием искусственного интеллекта в реализации стартапов, создании видеоконтента, музыки, других творческих и технических проектов. Национальный проект «Цифровая экономика» инициирован президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и направлен на ускоренное внедрение цифровых технологий в различных сферах. Андрей Кирюшин, Богдан Патрин, Новости 21. Смотрите далее. Память поколений. Интерактивное занятие «Казачья изба» провели научные сотрудники Краеведческого музея для дошколят Биробиджана. Стресс, воспитание или слабый словарный запас. 3 февраля отмечается Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой. Скажи мне правду, атаман. Новую книгу об амурском казачестве обсудили на авторадио с ее автором. Рогачухват, чугунок, макитра, глечик – все это домашняя утварь старинной избы начала 20 века. Интерактивную экскурсию об истории казачьего быта провели в областном Краеведческом музее города Биробиджана. С материальной и духовной культурой переселенцев пришли знакомиться дошкольники детского сада номер 15. Мы знакомим детей с убранством русской казачьей избы, с предметами обихота, с традициями казаков. Помогаем осознать настоящее и прошлое, как бы соотнести это время. Развиваем также внимание и память детей, конечно, на этих занятиях. Воображение, восприятие их. И даем потрогать предметы, то есть поближе быть к этим предметам каждому ребенку. Близко, насколько это вообще возможно. От самовара дети просто не хотели отрываться. Окружили раритет со всех сторон. Резную избу разглядывали с большим любопытством. Узнали о значении непривычных слух у детей 21 века предметов быта и их месте в домашнем обиходе казаков. Сюда угольки с печки лопаткой засыпали, закрывали его, ну как я, конечно, вот так не держали рукой, закрывали его и вот так гладили. А так как уголь там горячий, раскаленный, красный, то утюг нагревался сильно. И он шипел даже, когда вот так гладили по одежде какой-то. Вес чугунного утюга мог ощутить каждый. Воспитанники детского сада не скрывали удивления, восторг и своих ощущений. Для многих открытием стали вещи и традиции, представленные в ходе знакомства с программой. Я таких утюгов никогда не видела. И когда мне его дали, то он был тяжелый. Он сейчас холодный, но когда положат угли, то он будет горячий. Ребята не только отгадывали загадки и играли в незатейливые игры. Сотрудники музея приготовили презентацию и видеофильм о русской избе. Так что маленькие экскурсанты смогли воочию увидеть предметы старинного быта в действии. Екатерина Кувалдина, Кирилл Богаченко. Новости 21. 3 февраля отмечается Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой. Одна из ее форм – брань. По статистике, более половины россиян считают использование бранных слов недопустимым. О своем отношении к употреблению нецензурных слов в своей речи и о том, какие факторы побуждают применять такие слова в повседневной жизни, рассказали биробиджанцы. Я вообще против всегда. Даже делаю замечания. Ну, некоторым не нравится это. Ну, что ж теперь. Ну, делаю замечания. Особенно молодежь. Я говорю, я всегда говорю, да вы что, в школе тоже материтесь? Дома материтесь? Некоторые отвечают, да, что и в семье у них так это принято. Ну, стараемся при детях, ну, вообще в предельях не материться. Между собой, естественно, маты гнем. Это понятное дело. Материться нельзя. В этом коллега нет ничего. Ничего хорошего. Ну, бывает замечания молодежи делаешь. Можно корректно разговаривать, без матов. Ну, взаимосвязку слов находить, не мотивикация. Самому же приятнее так общаться. Вы знаете, может быть, даже иногда это даже необходимо, использовать мат. Но иногда. Я хочу сказать, что сейчас на постоянной основе и используют это и первоклассники, и даже детский сад. Все зависит от воспитания в семье, как это преподносится. Это культура речи, культура общения, культура отношений вообще. Не только к людям, но и к моему себе. Ну, это грязь речи. Это просто дрянь, которой нельзя пользоваться. И надо уничтожать эту дрянь. Это не ко мне. Я на заводе работаю. Ну, смотря в какой ситуации. Ну, а так мы же русские. Как без этого слова крепкого? Поэтому я положительно отношусь к этому. Многие считают ненормативную лексику национальной особенностью россиян. Но статистика показывает, что это не так. По количеству нецензурных слов и выражений русский язык оказался на третьем месте в мире. Лидер по числу ругательств – английский язык. На втором месте – голландский. Специалисты расходятся во мнении, что именно побуждает человека использовать ненормативную лексику. Психологи связывают это с плохим воспитанием и стрессом. Лингвисты – со слабым словарным запасом. Кто бы из них ни был прав, понятно одно – ненормативная лексика не украшает речь человека, а только портит общее впечатление от общения с ним. Нужно бережно относиться к такому богатству, как русский язык, и не допускать его засорения бранными словами. Андрей Пархамей, Богдан Патрин, Новости 21. Повышедший свет второй части книги «Казачьему роду нет переводу» говорили на Авторадио сегодня с ее автором. Книга развивает темы, начатые в первой части. Это история дальневосточного казачества, вопросы веры, прикладные воинские искусства. Хорошо известный многими уважаемый исследователь истории, хранитель традиций амурского казачества Виктор Ференцев, так увлекся темой, когда работал над книгой первой, что материала собрал с лихвой и поначалу не знал, что с ним делать. Батюшка Георгий, наш духовник среднеамурского общества, в ответ на мои слова, что много хотелось бы написать, но в книгу в одну не в месяц все, материала много, а вот не получилось. Он говорит, ну надо вторую писать книгу. Я задумался, ну и где-то вот, наверное, за полгода написал вторую книгу. Писал в своем родном Квашнино рукописным методом. Чуть позже к делу подключились соработники, неравнодушные земляки, а также братья-казаки из Хабаровска, Комсомольска, Амурской области и помогли оцифровать рукопись для издательства. Правительство ИАО оплатило печать тиража, и первый экземпляр автор получил буквально за полчаса до эфира. Ну а название украсит собой не только обложку книги, но и колокол для казачьего храма в Квашнино. И для этого храма буквально несколько месяцев назад мой братка, который живет на Урале, заказал колокол. Уже он отлит. Сейчас находится в Никольском храме этот колокол. Поверху идет надпись «Казакам первопроходцам Амура». То есть мы решили, чтобы звук этого колокола напоминал о том, кем был освоен Амур, его берега. Потом ниже идет надпись «Так и по книге». «Казачьему роду нет перевода». Ну и еще ниже «Дар от благодарных потомков ференцев». Будет ли третья книга, Виктор Николаевич пока твердо не решил. Но точно появится мультимедийное приложение к уже изданным книгам. В электронном варианте будут доступны и теоретические лекции, и практическое видео. Ну а новый томик «Диологии» будет широко презентован 24 февраля в Биробиджанской епархии, куда Виктор Ференцев всех и пригласил. Полная запись эфира на портале reabir.ru. Дмитрий Егерев, Кирилл Богаченко. Новости 21.